МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Александра Моля, глядите в этом выпуске. У добрый шлях делегаты Усебелорусского народного схода от Гомельской области отправились в Минск. Новое житё районной больницы у Хойницкой ЦРБ провели реконструкцию. Умовы на дворе не перешкода. Хроматский транспорт протягивает курсировать по маршрутах. А зараз об этом и иншим больше подробно. Уже завтра в Минску начнется у сибелорусский народный сход. Подея без перебольшения исторического масштаба. Делегаты из всех регионов Украины сберутся в Палации Республики, чтобы заработать свой уклад в будущую державу. Для многих на доходящий сход – это соправдное свято. Поэтому на вот шлях делегатов до столицы перетворился в аурочистую акцию с флешмобами, музыкой и танцами. Как проводили в Минску дельников схода с Гомельщины, доведилась наша здымочная группа. Гомельская площадь флага – первый пункт аурочистой акции. Миновита Ацюль делегаты с Гомельской области отправится в Минск на Усебелорусский народный сход. До речи, тут присутствуют не все делегаты с Гомельской области, некоторые приедут с інших кутков Гомельщины. А для тех, кто почау свое подороже у Гомеля, выступил член Совета Старейшин региона Олег Сейбель. И он удельничал во усих попередних усебелорусских сходах, у тымлику у самым першим. По словах Олега Ивановича, белорусам необходимо протягивать курс развития, які заснованы на национальных интересах, стабильности и беспеции. На пути быть активными, деловыми, делать свои конструктивные предложения, активно участвовать в их разработке и принимать правильные решения для нашей страны, государства, конкретно для Гомельской области и для наших всех людей. Головный подарунок делегатам Гомельщины – музычный флешмоб у виконанні студентов. С флешков юнаки и девчонки склали римскую личбу 6 – гонор надыходящей падеи. Молодь спадеется, что такий творчий сюрприз натхнить делегатов на саправды продуктивную поездку. До речи, от нашей в области на сход поедуть люди самых разных профессий. У кожного свои пропановы и погляды на то, як повинна развиваться краина. Лично меня, как строители, волнуют перспективы развития строительной отрасли на добывающую пятилетку. Предпосылки для нормальной работы строителей сегодня в республике созданы. Мы счастливы, что мы являемся делегатами такого великого события для всей страны, для всех наших жителей, и для сельских жителей, и для городских жителей. Это такое массовое мероприятие, которое объединяет всех нас. И мы думаем, что именно после таких эпохальных событий мы станем еще лучше, наша страна станет еще краше. Отгрымела музыка на Гомельской площади, далее – дорога до столицы. Але на этом сюрпрызы для будущих удельников в сходу не скончилися. От Гомеля и до Жлобинского района у добрый шлях их проводили необыяковые беларусы. Удельники невеликих пикетов с державной символикой подтрымливали далегата у шостых и усебеларуского сходу, жадали легкой дороги. Таким чином, яны хочут заявить. Яны гонораться своими земляками и жадают в своей краине только мирных и конструктивных пирамид. Да, это очень радостное событие. Мы очень рады, что принимаем в этой акции участие. И гордимся теми людьми, которые сегодня уезжают в Минск. Два дня они поработают. И надеемся, конечно, что наша Беларусь будет процветать. Мы рады за наших делегатов, чтобы им все там было хорошо и легко принимали все решения. Мы очень рады. От Гомельской области у шостым усебеларуским народным сходе приймут удел 310 человек. Уже завтра яны смогут выкористать уникальную и почесную махчимость по-соправному повплывать на будущее своей краины. Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, Игорь Марышенко, телерадио «Кампания Гомель». Протягиваем выпуск «Селит» о уходниках. Будет завершена реконструкция центральной районной больницы. Первый корпус этой установы был побудован в 1969 году. Другий – сразу после Чернобыльской катастрофы. Но за минулый час у будинка проводился только косметичный ремонт. А в новых махчимостьх районной медицины – сюжет наших корреспондентов. Ремонтные работы у Хонницкой центральной районной больницы пышалися у 2019-м. Леты с нагетой меты накировали больше, как 3 миллиона рублей. Селита – еще полтора. Крыниц финансования две – областный бюджет и державная чернобыльская программа. За час эксплуатации будинки пришли у таки стан, что уже не отповедали нияким потребованиям. Эксплуатация инженерных сеток стала небеспечной, а дах постоянно протекал. Нелепшей была ситуация и с самим лечением. У некоторых выпадках хворых приходилася вести у Рэшицу, а Чарга на ультрагвуковое доследование складала каля двух месяцев. Рэшим, по час реконструкции установы только ремонтными работами не обмежавалися, а так само набыли сучасные медицинские обстановления. Это дозволило, значит, повелишись махчимости районной больницы по оказанию меддопомоги. Мы приобрели две машины скорой медицинской помощи, два новых УЗИ-аппарата, два новых аппарата ИВЛ, аппараты для лабораторной диагностики. Выиграли конкурс «Корни травы» приобрели эндоскопическое оборудование. В результате модернизации нашей материально-технической базы, конечно, доступность и качество оказания медицинской помощи населению района повысилось. Теперь фактически большинство услуг медицинских мы оказываем на своей территории. Новый проект зарабили с уликом потребностей у всех категорий насельства, включающих людей с обмежаванными физическими махчимостями. По час приезду наши здымочные группы в хирургическом отделении рихтовались до приема пациентов. На час ремонта их перевозили в иншие палаты. У вогули сегодня на ведвольнике ЦРБ стверждают, что и она стала не горш, чем у Гомели. Алена Волкова – человек года Гомельской в области и одиная у регионе женщина-тракторист. Кажет, что ранее у больницы навыд приходилось спать у теплым оденни. З в окнах постоянно дьму ветер. Теперь только становчая водгуки. Я в том году лежала на том крыле. Там же с ума сойти было. А еще, посмотрите, это же люкс. Люкс. Не только лечиться, просто находиться приятно. Такая красота кругом. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евген Макинка. За пандемией колькость мероприемствов тут вельми скоротилась. Тому дети кожного гостя состракаются со широй радостью. А тех, кто завитает сюда истекавыми пропановами, тем больше. Идея разом с хлопчиками и девочинками приготовить фигурные оперники народилась у выкладчицами до университета. И, дякуючи до помощи спонсоров, у вас обиджа дания у реальности отрималась вельми худка. Причим, у приготовления и присмаков с великим энтузиазмом удельничали и сами дети. Дети получили не только сладости, а и возможность самим сделать пряники, подготовить тесто и выпечить эти пряники. Я думаю, что это очень ценно, так как дети, находящиеся в доме-интернате, порой не всегда могут соприкоснуться с реальными особенностями нашей жизни, и не всегда могут почувствовать тепло домашнего очага. И поэтому вот в данной ситуации, мне кажется, наша акция удалась. Синоптики попереживаются в несприяльных метрологичных зъявах и объявили на 11 лютого оранжевую зробь небеспеки. В нашем регионе, как по всей краине, очакаются моцный снег и заверуха. На дорогах снежные заносы и гололедится. Ветер будет повношный, повношно в сходе. Температура поветра на протягу суток будет вагаться от минус 8 до 14 градусов морозу. Подобный характер надворья захавается и в наступные дни. Умову надворья не унесли значных коррективов в работу громадского транспорта. Хоть с певными незручностями пассажиры все ж таки сутыкнулись. На некоторых участках гомельских дорог под снегом утворился слой леду, что створило проблему для транспорта. Выникам этого стало невыконание графику руху. Разом с тем, по информации гомеля был автотранса, колькость автобусов на маршрутах не скорочалася. Водителям дадено доручение поведомлять об усих проблемах, які возникают подчас руху транспорту. Мы держим очень плотную связь тесную с дорожными службами, с коммунальными службами. И в случае, если где-то возникают особо сложные такие ситуации, то дорожники, коммунальщики приходят на помощь нам, расчищают дороги и дают возможность автобусу проехать. Единственное, что я хотел бы обратиться к нашим пассажирам, что действительно дорожные условия очень сложные. И автобусы, конечно же, есть случаи, когда выбиваются из графика, из расписания. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим пассажирам, чтобы с пониманием относились. Если есть какие-то задержки автобусов, ну а если уже есть какие-то действительно сложные ситуации, то обращаться на нашу горячую линию в Гоми-Робавтотранс. До инших темы нашу редакцию потелефоновала Жахар Карешица и поскардилась она то, что яна и ее соседи не могут найти взаиморазумения с представниками местовой жилево-коммунальной господарки. Специалисты отмывались проводить ремонт господаршей побудовы, якая находится у аварийном стане. Наши корреспонденты выехали на место и доведались о подробностях. Я, дорогие корреспонденты, приглашаю вас поглядеть свою малую родину. Чем я живу? Этим побудовам больше, чем полвека. Корыстаются ими же хоры дома на супры. Однако сарай, где люди заховывают свои речи Городнину, вельми стары. Господары хотели его отрамонтовать и звернулись в ЖЭУ. Мы хотим, чтобы нам это управление ЖКХ отремонтировали крышу, подняли. И с той стороны стену надо, ремонт стены. И мой сарай я вам покажу, где у меня развалилась стена. Вырешить питание с ремонтом будинку речичане спробуют аж с 2018 года. С каждым днем его стану все горьше. Люди уверены, что при жадании осенней палатки можно ликвидовать за тыдень. Коммунальники тем часом оценили кошт ремонтных работ у 6 тысяч белорусских рублев. Однако господары сарая не разумеют, чему я не повинны выправлять пошкоджение за свои гроши, когда я не справа наплатить пожаровку за капитальный ремонт. По вопросу ремонта сарая приходил зам генерального директора жилищно-коммунального хозяйства, объединения, и объявил, сарай идет ваш под снос. Но если вы за свои деньги отремонтируете сарай, мы закроем глаза на это. Вот логика руководителей нашего жилищно-коммунального хозяйства. Оказалось, что сарай не только наладан дыхая, аллея стоит без усиляких документов. Чемусь и он был зарегистрованный як дощаты, а не цагляны. И зараз по закону лечится самовольно побудованным и подлягая сносу. И вот в землетрясение девчата пригласили главного архитектора Скакун Лидия Ивановна, так Федоровича назовется. Мы спросили у него, сколько там для строить? Она сказала, а ведь под сарай мы никакую землю не продаем и сарай не приватизируем. За счет средств бюджета данные сараи ремонтироваться не могут и не будут. Ранее этот дом был включен в рамках капитального ремонта. Там производились работы по замене инженерных сетей, также ремонта фасаду и кровли. Сараи, которые расположены недалеко от дома, они считаются как вспомогательные. Представники Речицкого, Горевы, Конкам и Жилево-Комунальной Господарки готовы пасти на сустрач людям и не сносят их сарай. Алены не имеют права выделить субсидии на ремонт самовольного будинку. Этот объект по договору ЖКГ не обслуговывается. Одним из способов по устранению именно аварийности данных сараев собственникам самим необходимо принять решение. Либо они будут восстанавливать за счет собственных средств, либо, как было предложено нами, то есть райисполкомам, это заключить договор и на платной основе данные работы произведут Речицкий Рожилковый Господар. Починать одновленческие работы треба, как мага хучей, бо сарай может не дотягнуть навод до лета. Старые дах и стена лет витримаются. Тому людям у самый короткий термин треба вызначить для себе ци потребные ему вогули гетэпо-мешкані и декаштують и не того, как марновать на их властные збераженні. Вера Гамоля, Андреева, наутелі радиокампанія Гомель Зречицкого района. Первую середнюю премьеру подрихтовав Гомельский областный драматичный театр. На гэтым тэдне у Васе Глядачоу простаивать трагикомедию Фридриха Дюренмата «Загадковый визит». По сюжете у невеликого мястечка, якое знаходиться в полном заняпаде, приезжает миллиардерша уродженка гэтага города. Неколи за поклёпу ей пришлось утекать от туль, хотя перши хары города живут надеей, что она допоможет родить родные мястины. И саправды, Клара готова укласть великие гроши у росквит города, однако обмен Яна Патрабоя Шихароу вернуть ей каханаха. Спектакль рассказывая про то, як у людей повольно помирая сумление. Фридрих Дюренмат это один из величайших мировых драматургов, классиков. И драматурги подобного калибра, они не рассматривают отдельно тему любви, или тему совести, или тему художника и общества, или какие-то другие темы. Они полнометражны. Там есть на что посмотреть для тех, кто хочет смотреть любовные сцены. Есть любовные сцены, кто хочет смотреть драматические, драматические, комические, комические, гражданские, гражданские. То есть это симфония. Убачить премьеру можно 12 и 13 лютого. Администрация театра подкресливая, что в установе принимают все меры для безопасности глядача и сопротивников, проводят дезинфекцию, реквизиту и обсталевание. Проветривают помешкание и делают шахматную рассадку глядача. Их, до речи, просят надзявать маски. Это и другие новинные информации о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Правоохранители задержали автора призывов к насилию над милиционерами. Подозреваемый, по мнению следствия, причастен к разжиганию вражды в сети интернет. В конце декабря прошлого года мужчина разместил в деструктивном телеграм-канале несколько постов, призывающих к насилию над милиционерами и членами их семей. Сегодня действием гомельчанина дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, национальной, либо иной социальной вражды или розни. На высказание обратили внимание сотрудники 8-го управления ГУБОПК МВД. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Из-за обильных снегопадов сотрудники ГАИ рекомендуют воздержаться от дальних поездок и быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и боковой интервал движения. Только за минувшие сутки в Гомельской области произошло 66 ДТП с материальным ущербом. Пострадал пешеход. В областном центре возле остановки улицы Карповича за нос вошел троллейбус. Отъезжая от остановки, машина задней части ударила осветительную опору и фрагменты бибетона женщине придавило ногу. У нее перелом пальца правой стопы. После оказания медпомощи пострадавшая была отпущена домой. В остальных случаях обошлось без травм. Сегодня с утра на дорогах Гомеля из-за мелких аварий наблюдались автомобильные заторы. Первое ДТП произошло в 7.40 и к полудню насчитывалось уже 24 происшествия. Около 10 килограммов на свае выявлено у жителей областного центра. Задержали 43-летнего мужчину оперативники наркоконтроля при поддержке ОМОНа. При себе у него было 50 пакетов некурительной табачной смеси массой более килограмма. А в ходе осмотра места проживания мужчины изъят полимерный пакет с на сваем весом 8,5 килограммов. Общий вес вещества составил около 10. Начат административный процесс. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара, на которых погиб один человек, повреждены три строения. На оказание технической помощи спасатели выезжали четыре раза. В деревне Борщевка Жлобинского района на пожаре погиб мужчина. В частном кирпичном доме выгорело потолочное и напольное покрытие, а также имущество. 32-летнего пострадавшего спасатели обнаружили обгоревшим. Он не подавал признаков жизни. Вероятная причина возгорания неосторожность в обращении с огнем. Это все новости выпуска. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельский ВРЗ в 13-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу дома обыграл «Динамо» БНТУ. Хозяева довольно быстро открыли счет в матче. Уже через полторы минуты после стартового свистка Евгений Клочко пополнил свой бомбардирский багаж. Находясь недалеко от центра поля лучший снайпер чемпионата отправился в сольный проход и, похоже, застал врасплох оборону Минчана 1-0. На экваторе тайма динамовцы цифры на табло уравняли. Отличился Дроздов. Клочко на восьмой минуте мог оформить дубль, однако не сумел забить заработанный на себе же пенальти. На двенадцатой минуте голкипер гостей Максим Трофимович, имея в пассиве желтую карточку, снова неаккуратно сыграл против Клочко. Судья назначил штрафной удар и удалил капитана Минчан. Вагоностроители тут же реализовали большинство. Розыгрыш стандарта точным ударом завершил Воронин. Вскоре Заяц Матиевский довел преимущество хозяев до двух голов. После перерыва вагоностроители играли по счету, за что вполне могли поплатиться. На тридцать первой минуте Якубов сократил отставание Динамо до минимума. К счастью для хозяев, на этом голевые события в отчетном поединке и завершились. Победа 3-2 и ВРЗ вновь на второй строке в таблице чемпионата. Лидирует незнающий поражений Витен. Между тем, состав ВРЗ пополнил игрок сборной Армении по мини-футболу. За время своей клубной карьеры Давид Асланян выступал за российские Тюмень, Прогресс из Глазовой и Нефтьюганский Блик. В ближайшую субботу Гомельская энергия может вернуться на вторую строку таблицы элитного дивизиона волейбольного чемпионата Беларуси. После поражения дома от «Шахтера» гомельчане опустились на третье место, пропустив вперед минский строитель. 13 февраля команде Романа Аплевича играть именно против столичной дружины. Опыт побед над этим соперником в этом сезоне у гомельчан есть. В первой лиге мужского волейбольного чемпионата Беларуси гомельские команды одержали победы. Бумпром дома был сильнее Могилевского Цоркоммунальник 3-0. «Газовик» также праздновал викторию. Обыгран «Оршанский взлет» 3-0. В турнирной таблице первой лиги Бумпром на втором месте «Газовик» на третьем лидирует столичный «РГОР-2003». С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры предоставилل